здравствуйте друзья у нас сегодня 17 января а уже перевалил можно сказать зима поближе к весне очень хочется весны в сознании в сердце солнца а у нас тут морозы наступили неожиданно но мы будем говорить о том морозе о той фурге которые происходят у нас до оси там тоже горные лыжи там тоже курорт но вместе с тем 5000 непонятно кого непонятно зачем собрались на всемирный экономический форум номер 54 это праздник имени шваба всех тех кто хочет изменить наш мир к лучшему естественно об изменении мира к лучшему мы будем говорить с человеком который пытается уже на протяжении многих лет менять хорошем смысле мир к лучшему и он занимается экономикой политикой одновременно пишет книги с нами сегодня ярослав романчук здравствуйте доброго вечера доброго дня доброго времени суток на самом деле понятно почему собственно довольский форум это наш вот по открытию по выступлению шваба первых лиц этого наш не таки нафталин коммунистического съездок коммунистической партии советского союза там такие речевки все это наш вот реанимация или попытка перезагрузить платформу современного социализма вот зачем собственно швабе нужен но ты сказал перезагрузить так они же не стесняются у них же это называется build back better вот это великое пиво называется rebuilding trust на этот раз называется нет все это называется build back better а нынешний форум называется вот идет под лозунгом rebuilding trust восстановить доверие вот это восстановление доверия говорит о том что они его теряют раз они его теряют они становятся более агрессивными в своих желаниях и так с 15 числа января месяца по 19 января вот вот это все происходит в швейцарии в швейцарском даусе я всегда задаю себе вопрос и задаю вопрос всем кто эти люди кто эти люди которые за нас решают наше будущее 350 глав государств и министров тысячи бизнесменов которые заплатили от 140 до 200 тысяч долларов это представители международных сетевых организаций гражданского общества которые являются партнерами вот этого синдиката большое государство большой бизнес и безусловно еще одна сила которая к сожалению потеряла свою нейтральность объективность а стала частью вот этого схематоза в лице средств массовой информации вот эти люди но там еще организации объединенных наций в семье международной организации да 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 вот эти международные организации я просто говорю организации объединенных наций всемирная организация здравоохранения а и когда мы так вот респективой занимаемся того что уже было совершенно недавно еще три года тому назад вот этим всем рулит вот этот я их называю а доводские старцы. И вот эти доводские старцы указывают нам светлый путь в будущее. Я воспользуюсь открытыми источниками, и перед тем, как мы начнем что-то обсуждать, я расскажу просто краткосрочные риски, которые предложили нам вот эти доводские старцы на два года. Внимательно слушайте, потому что по мере пунктов вам становится все яснее, что это будет на ближайшие два года. Дезинформация, информационные манипуляции, экстремальные погодные явления, социальная поляризация, гибербезопасность, межгосударственные вооруженные конфликты, дефицит экономических возможностей, инфляция, недобровольная миграция, экономический спад и загрязнение окружающей среды. О том, что они запланировали на 10 лет вперед, мы сегодня, наверное, говорить еще не успеем. Потому что… Нет, я немножко поправлю, потому что это не только эти старцы там, сколько это был опрос, 1500 экспертов по всему миру, также есть специальные люди, которые занимаются оценками рисков, то есть это не просто вот те люди, которые там собрались, там эти 5000 человек, это отдельная категория, они каждый год делают этот опрос по оценке краткосрочных, долгосрочных рисков, вот, но это вот как раз есть квинтэссенция того мейнстрима политического, мировоззренческого, геополитического, который представлен в Давосе. Они так видят мир, они себе подобных подбирают для того, чтобы они вот эту повестку дня так оценивали. И когда вот выступает Усурлов-Эндерляйн, выступает Гутерреш, выступают там Макрон, выступают все, и вот они, понимаешь, в один голос там вот это вот в той или иной степени озвучивают там перепевки, да. Я говорю, слушайте, ну вот те люди, которые анкету составляли, а отдельно выделить как риск, угрозу нацистская Россию тоталитарную, которая разбомбила мировой порядок, является угрозой, слабо вообще? Почему вот язык не поворачивается у вас или что? Вот, понимаешь, либо это лень, либо это боязнь, страх, либо это прагматизм, а вдруг удастся договориться? Честно говоря, мне это вот настолько все это противно, да, потому что я слышу, вот Шраб выходит, да, и вот в начале форума он дал такую, знаешь, запевку, да, запивай, да, и то, что он предложил, да, это просто вот, говорю, как вот съезд КПСС. То есть попечительство, новый формат, те люди, которые там представлены, те люди, которые вот входят в эту самоназначенную элиту для того, чтобы, и это тоже очень важно, обеспечить новый, заботиться о высшем благе. Понимаешь, вот у них тут есть Россия нацистская, которая каждый день убивает украинцев, да, бомбит и грозит вообще Западу открыто, вы наш враг, мы вас уничтожаем, уничтожим, а тут мы заботимся о высшем благе. Вот насколько адекватна является Шраб и вся эта контора. Ну да, мне только об этом. Они в сторону России фактически ничего не сказали вам. Ничего не сказали, вообще. Вообще, я наблюдаю, я наблюдаю уже три дня, каждый день. Мы вчера с тобой беседовали как раз на эту тему. Я внимательно слушала так называемый украинский сегмент. Ну, надо сказать, что украинский сегмент на сцене выступал аж там 20 минут, а потом обсуждения были, а потом встречался президент Зеленский с госсекретарем Блинкиным. Я внимательно посмотрела, что это было, кто присутствовал. А потом президент Зеленский и его компания, администрация, встречались с мировыми акулами бизнеса. Бизнеса. Включая, самое главное, BlackRock, J.P. Morgan. И они говорили о чем? Они говорили о восстановлении. Восстановлении, да. Украина и об инвестициях в Украину. Вопрос возникает, то, что я вчера написала в своей статье, когда я анализировала. Рядом сидит Притскер, Пенни Притскер, который ответственная за восстановление. Пенни Притскер, который является сама по себе миллиардером, из семьи миллиардеров, которые инвестировали уже свои средства в Украину в виде покупки земли. И далее речь идет о том, что в настоящее время идет война. И вся вот эта компания АКУ, которые, знаешь, хотят заклотить как можно больше от украинцев и от украинской земли и взять от Украины как можно больше, пока она в состоянии коллапса. Это, знаешь, мне это напоминает то мародерство, которым когда-то в детстве занимался Сорос. — Знаешь, вот я смотрел еще первую пресс-конференцию, которую давал Ермак с командой, еще до открытия, после дела Всемирного экономического форума. Это было как раз вопрос о безопасности. И меня что поразило, понимаешь, я вот думаю. Вот помнишь, когда припекло там глобальным экологистам и сторонникам климатические изменения, они натравили Гритту Тумберг на это Всемирноэкономический форум, который сказал «I hate you!» Типа «ты, вы мерзамцы! Damn you! Черт с вами! Вы такие вот разрушаете нашу красивую голубую планету!» Понимаешь, вот это было выступление, на которое говорилось «Мир!» Украины, украинских представителей гораздо больше оснований крикнуть очень серьезные вещи на весь мир. Сказать «Друзья, вы партнеры, спасибо вам за каждую там копейку, за каждую гривну, за каждый доллар-цент помощи, но сегодня наши воины гибнут, потому что нет оружия, нет снарядов, нет дронов, нет достаточно ПВО, нет самолетов, нет танков. Вы выполнили свои обещания на 25% от того, что заявили в Европейский Союз. Американцы, вы дали нам меньше 0,2% ваших расходов. Канада, вы дали 0,07% и так далее, так далее. То есть разговор должен быть предельно серьезный, понимая, что это очень большая трибуна, чтобы сказать всего лишь пару одних понятных вещей. Если вы, все ваши граждане, вы заявляете, что Украина защищает вашу демократию, ваши ценности и Запад в целом, то как вы относитесь к тому, что вы говорите, для нас самое ценное мир, демократия и наша свобода? Вы в свою демократию, свободу, мир вкладываете деньги или вы считаете, что это просто по остаточному принципу нужно? И вот, знаешь, вот это мы здесь чувствуем, мы кипим в Украине этим, да? А вот на трибунах Всемирного экономического форума вот этого не было. Было все сглажено, политкорректно. Какое нафиг восстановление может быть после... Я с июня 2022 года в рамках так называемой программы, там это план Лугана, читаю про разные цифры, необходимые на восстановление Украины. Так, до 750, до миллиардов, до триллиона долларов. Это филькина грамота, а никакие не планы. Это даже не бизнес-планы. Это просто набор пожеланий, которые сделали разные ведомства компании, сведено было в одну кучу и сделано. Вот наш план, мы хотим это получить. Это просто госплан, который может быть интересен только какому-то международному там Black Rock, который опять-таки будет использовать не свои деньги, а чужие. И вместо того, чтобы крикнуть одним голосом всей украинской делегации, начиная от президента, заканчивая там представителями гражданского общества и бизнеса, дайте оружие, что они говорят, они встраиваются и в глобальную климатическую повестку дня, и в то, что там есть и гуманитарные спектры. Все это важно. Друзья, какое нафиг восстановление, когда нам нужно сегодня войну выиграть. Война стоит на приколе, потому что вы не даете оружия, потому что есть даже деньги выделенные, которые Байден не может дать Украине, потому что ему некогда, или лениво, или потому что это какой-то план. И вот когда с трибуны украинцы об этом не говорят, я не знаю, либо они все такие скромные, либо они стесняются, либо они думают, блин, вот столько дают, а если будем жестко ставить вопрос, то вообще ничего не дают. Я не понимаю, но это неадекватная повестка дня, которая предлагает импотентная, зажавшаяся элита западных стран ВФ, для того, чтобы имитировать, как они помогают Украине. Понимаешь? Ну как? Это можно просто цифры посмотреть, друзья. Даже вот те американцы, которые там, или европейцы, которые внимательно сидят за седатом, говорят, слушайте, ну мы потратили всего лишь 3% бюджета НАТО годового, и разбомбили 50% армии России, самого большого нацистского опасного преступника, агрессора 21 века. Ну это же замечательные инвестиции. Давайте вложим, в 10 раз больше дадим, не будет этой угрозы, мы не будем больше ничего мобилизовать. Вы же видите по Европейскому Союзу желание европейцев участвовать в военном противостоянии с российским агрессором. Его практически нету. И тут украинцы своими телами, своими жизнями, своим напряжением силы воли встали к щитам на защиту того Запада, а Запад в всемирном экономическом форме обсуждает опасность искусственного интеллекта. Он обсуждает разные вещи, от которых просто, честно говоря, мне голова кругом идет, потому что, Лен, что угодно, но забота о высшем благе, когда убивает твоих соотечественных соплеменников или партнеров по континенту, по блоку, по ценностям, как можно к этому относиться? Квалштаб выходит, хотя бы слово сказал про угрозу. Понимаешь, вот rebuilding trust, а кто этот trust губит? Понимаешь, вот это просто вопрос, на который ответил не сам Шваб, а одновременно, вот я очень люблю этот доклад о состоянии доверия в мире, Эдельман публикует, и там просто потрясающие цифры, я их озвучу, 63% респондентов мира, там 28 стран, 32 тысячи респондентов, считают, что правительство вводит людей в заблуждение и врут им, 63%, почти 2 трети считают политиков топ уровня лжецами, 61% лидеров мира, лидеров бизнеса, лжецы, и самое интересное, 64% СМИ тоже врут и извращают, и поэтому, когда мы говорим, угроза номер один, о которой ты сказала, это дезинформация и введение людей в заблуждение, то кто это делает? Это делают те самые вип-распорядители и потребители чужого, которые собрались в этом самом Давосе, поэтому самая главная угроза мира, это те как раз люди, которые представлены в Давосе. А опять же, мы говорим о том, что эти люди никем не избраны, но они решают, что есть правда, что есть ложь, что есть информация, что есть дезинформация, и когда мы говорим о украинской делегации, вообще в Украине, там ни один из них так и не понял. Они сидят за столом в очередной раз с теми, кто ничего им никогда не давал, с теми, кто им лжет. Они сидят с Блинкиным, они сидят с Салливаном, и я когда вижу Салливана, мне хочется кричать, потому что этот человек, у него ноги растут из России, все следы России ведут. Этот человек работает и вашим, и нашим, он как двойной агент. Это человек, который запустил русский след Трампу, который является источником дезинформации. Это страшный человек, который был руководителем выборного штаба Хиллари Клинтон. Это его, с его подачи, в его голове созрел вот этот русский след, который был дальше запущен и который дестабилизировал на протяжении ряда лет Соединенные Штаты Америки. И до сих пор в сознание тех же украинцев вбивается то, что Трамп это враг, трамписты это враги, республиканцы враги. Но что можно говорить, когда официально Байден и вся его команда запустила этот нарратив Трампа это Гитлер. Все. Они хорошо придумали, использовали. Есть дезинформация, это есть дезинформация, мисинформация, дезинформация в типично чистом виде. Понимаешь, почему я говорю, что это вот такой совковый? Потому что, опять, если посмотреть глубоко на ко в корне, то есть я вот написал там статью 20 причин, как Запад сам привел к кризису доверия. Потому что то, что они делали на протяжении там ни года, ни двух, на протяжении десятилетий стало, вылилось вот именно в этот кризис. Понимаешь, вот как говорят между людьми, вот дружим, 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 потом ты какую-то гадость сделала. Ну, если друзья, ну да, там типа извинилась, да, все такое. Но если ты делаешь гадости постоянно, ну какая может быть дружба? Ты просто мне друг, мы просто уходим каждый в свою песочницу. Но здесь же то же самое, доверие, оно же не постепенно, не там, не сразу же разрушилось. Но когда целенаправленно по всем фронтам ложь в отношении системы безопасности, вот знаешь, чтобы хоть кто-нибудь сказал из тех людей, которые, вот я слушал панель, где был президент Дуда, где были представители Венгрии, вот, как они говорили по поводу вот войны, российской войны в Украине. Знаешь, вот никто же не сказал, мы обязаны просто сделать все, чтобы разбиться в доску, дать Украине все необходимое, чтобы вот это какой-то фронт был просто, да, вот страны Балтии там дают там один-полтора процента своего ВВП, все, все остальные там какие-то мелочи дают и говорят, ой, как мы сильно помогаем. Причем вот эти вот, никто там и по поводу израильского кризиса, и по поводу там войны этой, которую Хамас ведет, да, и по поводу российской войны, никто конкретных шагов не предложил. Ох, вы знаете, какие-то дипломатические решения, ай-яй-яй-яй. То есть, они вот, вот представьте ситуацию там 40-39 год или там 30-40 год январь месяц проводит Доводский форум, тут Гитлер во всю Европу насилует, а форум Доводский обсуждает вопрос, как бы с Гитлером возможно поговорить, как бы, может быть, не давать оружие тем людям, которые против гитлеризма борются, нацизма, потому что, ну, чтобы выйти на устойчивое развитие и на баланс новый, понимаешь. это вот настолько неадекватно, что просто люди, которые выходят, вот как сегодня там один хлопец сказал, просто уже матом послал этого самого шваба в далекое... Это не сегодня было, я занималась этим... Еще раньше, может быть. Доводский издание, он сам и он иранского происхождения, перс такой, он сам комик, он сам продюсер, он записывает эти видео, и все это смонтировано, но он настолько четко, я фамилию сейчас скажу, потому что... Ну, неважно, то есть мы же знаем... Это важно, потому что люди, люди должны знать своих героев, опять же, человек очень интересный, очень, интересный. Накипело, понимаешь? А сегодня я вот слушал милее, это просто у меня, понимаешь, как бальзам на душу, вот я впервые в Давосе слышу выступление, под которым я готов там на 100% подписаться под каждым словом. Смело, ярко, начал с того, что Запад в опасности, сказал угрозы, назвал четко угрозы, социализм, который вы взяли, и многие, которые здесь находятся, от социализма спасать нужно. Сказал, напомнил, как Запад стал самой великой цивилизацией. Молодец просто, Хавьер просто... Дэймон и Мани, вот его попили, но вот то, что показано сейчас и запущено, как вирусное видео, это все монтаж. Это все монтаж. Но даже не имеет значения, монтаж, это не монтаж, это прошло по всем социальным сетям, и я думаю, это выступление сегодня, хоть смонтировано, оно просто убило, обрушило абсолютно все. И имя Шуаба сегодня просто, вот ты набираешь имя Шуаб, и вылетит вот этот Дэймон и Мани. А я думал, что он там, как его посмотреть? Нет, нет, в том-то и дело, что видишь, как мы говорим, как все это можно сделать, но не важно, важно, что находятся такие люди, которые могут это сказать. Я слушала его выступление в американской прессе, он был во Вью. Да, да, я посмотрел уже, там он. Они теряют себе дар вечи. Вот эта левота, когда она сталкивается вот с таким шок, шок и трепет, можно сказать, от выступления правды, вот эта инъекция правды для них является летальным уколом. Вот я обратила внимание на это. Розия, понимаешь, как можно говорить про кризис, если ты четко не назвал причин этого кризиса, понимаешь, ну как, ты больной, давайте лечить болезни, а что, а почему болезни, а какая болезнь вообще? И ты начинаешь понимать, что вот вопросы провала безопасности, это вопросы десятилетий. НАТО превратилось в такого, знаешь, бумажного тигра, который там вроде бы есть, вроде бы речит иногда, и уже вопросами гендернов занимается, шмендеров, но не занимается, самым главным оружием не занимается, понимаешь? То же самое там, какая вот Грузия была, Молдова, Украина, Израиль, сколько еще должно быть вот этих точек горячей войны, там противостояния злу, для того, чтобы в конце концов эта машина как бы встряхнулась и сказала, а вы знаете, друзья, мы же созданы для того, чтобы заседать тут и круг черный сжать, мы созданы для того, чтобы четко давать по зубам, агрессорам и злу, они забыли, как это делать, то же самое в отношении ООН, понимаешь, выступает Гутерреш, 40 лет они могут реформировать эту безумную, беззубую организацию, так распустите ее нахрен вообще, понимаешь, зачем она нужна, такая организация, в свое время Лигу наций распустили, запустили, создали для того, чтобы там она другой была, не получилось, распустите, сделайте другую, потому что сейчас третья мировая война и безусловно уже новый порядок, сделайте Лигу свободных стран, свободных, которые ценят вот эти самые ценности западной цивилизации, ничего, пусть их будет меньше, но это будет мощнейшая организация, пусть другие там, тоталитарные режимы зла давным-давно определились, понимаешь, с кем они и за что они, а вот эти организации по-прежнему играют в мультикультурализм, а давайте послушаем, в это вот эпизмент такой бессмысленный, беспощадный, вот, и понимаешь, когда вот форум, да, вот тебе площадка, если бы он встал там и там посыпал голову пеплом и сказал, все, ребята, это хорошо, а выступает, пример, вниз к Китая, ты видела, как он на полусогнутых шваб там перед ним выступал, your excellency, вообще такой контрибьютор, и он глобальную повестку дня любит и поддерживает, и нужно, чтобы делились богатые страны технологическими новинками, то есть Китай выступает таким, знаешь, супер-контером, ментором, и когда вот это вот, ну, хотя бы, а не за что вообще критиковать, что вы, ничего, что он собирается там на Тайвань войной идти, ничего, там и уйгуры, и порва человека, что там это 150, там какое-то место в мире из 165 стран по политическим, гражданским правам, или пофиг вам все это, главное, чтобы пускали на рынок наши товары и поставляли нам товары, вот в чем проблема. Там есть еще один маленький момент, который вот по поводу Китая, на самом деле страшный, это вчера бы прозвучало, о том, Китай все время звучит в контексте давайте мы хорошие, мы хорошие, дайте нам, приходите к нам, мы вам все дадим сами. Вот это, это напоминает, вот как ты сказать, вот ту морковочку, которую все идут за ней, идут за ней, и вот сдаваясь Китаю, люди продают себя вот в это рабство, при котором абсолютно все, они забыли уроки ковида-19, они забыли уроки, вообще забыли, ни слова не было. Ничего этого не было, то есть они делают вид, что можно от этого спрятаться, как вот страус в землю. Я могу одно сказать, вот Гутерреш, он социалист, он действительно член социалистической партии Португалии, то есть я вспоминаю, Салазар их не добил, наверное, в свое время, но вот они все выползли со своей вот этой аджендой, со своим планом перераспределения. Социализм это всегда перераспределение. И вот Гутерреш, я дословно просто прочитаю, что он сказал сегодня, он сегодня выступал, он сказал, я его называю товарищ Гутерреш, призывал к реформе глобального управления, мы не можем построить будущее для наших внуков с помощью системы, созданной для наших бабушек и дедушек. Это говорит дедушка, который заботится о своих внуках. И вот там собрались в своем большинстве бабушки и дедушки, вот эти швабы и все. У них будущего практически нет, у них там осталось всего ничего, но они смотрят в будущее и планируют это будущее для нас. И еще один фактор, который меня всегда, ну как бы беспокоил, и я задаю себе вопрос. Мы говорим, когда о демократии, мы вспоминаем демократию греческую, афинскую. И мы вспоминаем, что там могли голосовать и участвовать только свободные. 7% населения. 7% населения, то есть свободные люди, имеющие собственность. Да. И когда мы говорим об организации обменных наций, у меня всегда параллель с афинами, древними афинами. Когда сейчас на равных принимают участие в голосовании те страны, которые живут за счет в общем-то вот этого всего общего распределения и те страны, которые непосредственно кормят остальные страны. И вот эти страны, которых сейчас мелких, аж 193 вместе с большими собралось, но большая половина это те страны, которые третьего мира не решают судьбу вообще глобального мира большого. и задаешь себе вопрос, так может быть все-таки охлос выбросить из вот этого всего принятия решений? Ирина, понимаешь, вот Горджи Горджи принимает решение, на самом деле кто серьезно относится к ООН, да, вот какое оно имеет решение, да, на любые проблемы, на какую-нибудь вообще войну остановило, конфликт предотвратило, что-нибудь хорошее для бедных стран дало, вот сегодня Хавер Милей четко сказал, друзья, в 1800-е годы начала, да, 95-97% населения в зоне бедности, прошло 200 лет только 5-8% бедных населения, кто ее сделал? Профсоюзы, ООН, социалистическая партия, нет, сделал капитализм, сделали предприниматели, вот я, кто та сила, которая сегодня вся эта вот махина распределительно-интервенционистская пытается там всячески вязать по рукам, по ногам, поэтому ООН это, знаешь, бессмысленная бюрократия, которая использует там 6 миллиардов долларов и все, и зачем она нужна кому-то, кроме самих этих бюрократов и тех чиновников, которые работают на нее по всему миру, никак кому не нужна, но понимаешь, ну вот когда вот даже, вот если бы вот было такое наше ковид, все об этом говорили, там глобально опасно, все, но вы хотя бы подведите итоги, что было сделано хорошо, что было сделано плохо, почему вы закрывали рот тем людям, которые имели другую точку зрения, почему вы распространяли cancel culture, культуру отмены в отношении научной дискуссии, почему вы об этом не скажете, либо еще одна фишка популярна в 90-2000-х годах, тоже активно продвигал Швап и ВЭФ, это мультикультурализм, где ваш мультикультурализм сейчас, почему вы об этом не говорите, почему никто не наказан, никого не сказали, друзья, вот мы этих ученых, этих экспертов, которые это все сделали, мы их больше слушать не будем, потому что они вот оказались неправым, миграционная политика в отношении США, в отношении Европейского Союза, помнишь, когда-то вот сотни, миллионы, миллионы людей туда пришли, и все думают, нормально, надо принимать, где анализ последствий вот этой политики, да, либо, например, то же самое в отношении вокизма, то же самое, это новый неомарксизм перебывшийся, для того, чтобы чувство вины повесить на целый класс белых людей, да, которые там и сволочи такие, и то, что делали там 300-400 лет назад, вы сейчас, подонки, должны отвечать за это, то есть, какие-то рефлексии, да, вот научного плана должны же были быть, но нету, да, и мне, знаешь, вот я тоже, вот там много разных докладов было, и вот я, вот мне поразила один из ответов на это вот Эдельман-барометра, кто является авторитетом для вас в сфере знаний, информации о высоких технологиях инноваций, 74% ученые, и одновременно 74% a person like myself, то есть, человек, как я, как может быть я, да, который, я в какой-нибудь там физике, химии, там биологии, медицине, я ничего не соображаю, то есть, для меня мнение ученого очень важно, я слушаю ученого, я понимаю, что это ценно, это важно, и для меня авторитет, и одновременно 74% считают, что они слушают в вопросах технологий инноваций такого же, как я, то есть, я хожу, пью пиво в бар со своим там коллегой, другом, да, я хожу на рыбалку, я хожу в баню, и это релевантная группа по значению точно такая же, как ученый, и тут два вопроса, почему у нас так, как бы опустили ученые до уровня обывателя, потому что образовалась ситуация, когда лжеученые пошли на поводу жадности и начали подпевать политикам и большому бизнесу, которые сказали, вот если мы запустим тему глобального потепления, мы заработаем триллионы долларов, а на самом деле мы будем делать то, что, ну, вот, знаешь, пустоту такую, либо запустили тему устойчивого развития, либо запустили тему биодерсификации, еще какой-нибудь хрени, да, и вот это является не только там политическим проектом, а выходят разные, вот тоже фаучи, тот, который известный, да, в Америке, да, и говорит, это же вот, и дает свое, якобы, научное заключение, которое таковым не является, то есть, вот эта вот проституция целого ряда людей в мантиях ученых довела до дискредитации самой науки, и люди подумали, блин, ну, если это так просто, тогда я включил YouTube, включил там Facebook, TikTok, и я тоже могу быть ученым, и развилась целый феномен под названием инфо-цыганство, когда каждая кухарка может быть ученым, Лена, вот понимаешь, мы известную фразу знаем по другому контексту, а это именно это, вот именно это, потому что, вспомни, что было там сто лет назад, да, когда было 90% безграмотных, человек ученый, это же был, ну, светило, это был авторитет, а что мы имеем сегодня? А мы имеем вот ситуацию, когда вот YouTube-каналы под миллионы подписчиков говорят тотальную чушь, да, но они считаются инфлуенсорами, их приглашают на разные там всемирноэкономические форумы, а людей из Британской академии и Королевской, которая показала, доказала, что потепление на планете началось задолго до промышленной революции, вот их точно там нету, как и Ломберга нету, как и многих других ребят, которые говорят правду 30 лет вне зависимости. Тысячи ученых это сказали, тысячи ученых, сказали, что их там нет, их там не будет, и вот мы сейчас имеем дело с наперсточниками, которые вот пытаются изменить и играть в свои игры. Зачем дальше ходить? Нынешняя конференция в Давосе полностью враждебна по отношению к экс, к Твиттеру, потому что они не поддерживают свободу слова, они поддерживают свою свободу лгать и навязывать мнение. Они назвали, вот кто назвал? Лусиана Ваккара, руководитель швейцарских университетов, как раз она вот занимается информацией, и Наоми Орецки, профессора Гарварда. Когда я слышу профессора Гарварда, я вспоминаю сразу, я Каролин Вейн вспоминаю, тоже профессора Гарварда. Это шаман, понимаешь, слышишь, шаман сразу, мистик, манипулятор, пропагандист, лыжец, понимаешь, причем, ладно это мы, но когда мы видим, что вот это Vox Populi, опросы показывают, ну почему нету доверия к политике, почему нету доверия к СМИ, 64 процента, две трети, друзья считают, что СМИ лгут, да, и понимаешь, почему так, заметь, почему государство вцепилось в этих, в науку, в эту экспертизу, потому что без вот этого печати это на ученые сказал, никто в эту чушь больше не поверит, понимаешь, и поэтому образовала целая когорта лжеученых, которые ездят на эти форумы и придают научный флер вот этим дискуссиям, понимаешь, вот я в декабре увидел, на свое удивление, прочитал, может читала большую материал мой по докладу Всемирного банка, называется Business of the State, бизнес государства. Читала, читала, я все читала, и сегодня же с таким тоже. Вот, и я говорю, блин, ребята, вот они, ну сидят какие-то люди, и там, наверное, им эти бедные страны говорят, ну вы говорите государство, государство, ну блин, не так все просто. Оказывается, изменение методики оценки размера государства в экономике увеличивает его в четыре раза. До этого было State-owned enterprises, и говорили, ну их-то немного, там процентов 18, а на самом деле их гораздо, гораздо больше, эти щупальцы проникли везде. То есть, и поэтому, когда ты читаешь, и то плохо, и то плохо, и то плохо, и то не делать, а потом те же самые рекомендации я читаю от Всемирного форума экономического, от ОСР, от Всемирного банка, других организаций для Украины. То есть, ребята, там, как с этого классического анекдота, там эти, мыши станьте ежиками, ну блин, перестаньте заниматься пропагандой, потому что это есть введение в заблуждение людей, которые по-прежнему ошибочно считают Запад каким-то маяком ума, разума, аналитики и все прочее. Давным-давно эти Гарварды, Шмарварды нужно выкинуть оттуда, потому что они давным-давно дискредитировали себя. А ты понимаешь, я вот просто для того, чтобы понять, вот люди наши слушают, мы с тобой говорим о чем-то, а я конкретику привожу, я привожу просто цитату, что сказали вот эти дамы, которых я только что упомянула, по отношению того же Твиттера. Это очень токсичная среда, и у меня нет решения по этому вопросу. другая говорит, я долгое время была в Твиттере, теперь это место стало настолько токсичным, что я пришла к выводу, что здесь не стоит проводить время. То есть они говорят о свободном обмене мнениями, о свободном обмене вообще информации ей. Почему люди пошли на Твиттер? Да потому что они хотят свободы информации, и в Твиттере ты можешь найти все, что хочешь. С другой стороны там другая льда. Когда люди как бы с клиповым мышлением, которые не могут прочитать серьезную статью, они выхватывают короткие твиттеры, они воспринимают мир вот этими твиттерами. Это другая проблема. Но с другой стороны, с третьей стороны, когда мы что-то пытаемся делать на нашем же канале, вот здесь, на платформе этой, тут сразу цензура приходит. И с одной стороны, есть мир, который свободно может говорить только в Твиттере, с другой стороны, нет мира, который может свободно говорить вне Твиттера, потому что все остальное цензурируется. Так мы с тобой, Лен, сколько, меня три раза банили за тексты против нацизма расистского. Вот просто взяли, потому что ваши материалы что-то там оскорбляют. Сколько моих знакомых тоже самое подпадает. То есть сидит какая-то цензор какой-то сидит, она уполномочена решать вопросы, что оскорбляет, что не оскорбляет. Причем называть вещи своими именами, это уже оказывается оскорбление кого-то там. Ну давайте тогда оскорблять тех людей, которые евреев там 6 миллионов погубили в Второй мировой войне. Оказывается чувство какого-нибудь там палача нацистского можно оскорбить. Так что ли? Или тех людей, которые вот... Да, да, они сейчас вот это делают, потому что у них есть очень такие sensitive materials. И вот они сами определяют их алгоритмы. Ты понимаешь, вот мы говорим сейчас, там на этом форуме на Воском речь идешь о том, что вот искусственный интеллект, они запускают этот искусственный интеллект, который очень важен. И для них, который будет выполнять за человека все функции, он будет как человек, вроде бы человек, но он не будет человеком. Он не будет впадать... Знаешь, вот я в отношении вот этого искусственного интеллекта, мне об этом говорил как раз премьер-министр Китая, и он говорит, да, мы готовы, мы столько инвестируем. А для Китая искусственный интеллект это такой национальный полицейский Big Brother, который превратил каждого китайца по сути дела в заключенного в этом большом концлагере. Это такой с социальными рейтингами, со всем с системой распознавания лиц, потому что, ну конечно, там полтора миллиарда человек, естественно, там есть где этому искусственному интеллекту и всем этим алгоритмам развернуться. И получается, что вот в Европе тоже скажут там где-нибудь, что действительно хороший опыт, давайте мы вот каждого подсадим под этот колпак, пусть для его же безопасности и блага мы не будем ему мешать, а будем наблюдать, чтобы его никто не обидел. А что такое обидел, мы будем сами решать, что такое риски, мы сами будем решать. Вот до чего это доходит, понимаешь? Это вот гипертрофированное увлечение тема искусственного интеллекта напоминает мне очередной пузырь, понимаешь? Я послушал ученые, которые говорят, ну блин, знаете, человеческий мозг и то, что даже самый продвинутый искусственный интеллект, это ну расстояние там не в нашей жизни, говорят, то есть ученые, говорят, которые там реально там физики занимаются этим, но приходят политики, говорят, блин, тут же скоро все машины будут вместо нас, там 100 миллионов безработных, поэтому здесь нужно глобальные блага распределять, налогами роботов облагать, следить за каждым чихом, причем самое интересное еще тоже, вот к этому Эдельману вернемся, там тут тема инноваций, да, больше 60 процентов людей уверены, что чиновники не разбираются в том, что они в ламках инновационного развития хотят регулировать, то есть ты регулируешь черный ящик, понимаешь, вот, а не то, что ты понимаешь, в результате получается то, что получается, вот всемирно-экономический форум, почему бы вы не посетили пару панелей теме так называемых точек роста, инновационного развития, почему чиновниками своими, со своим ограниченным интеллектом, знаниями претендует на то, чтобы определять стратегические направления развития экономик бедных стран, тут выходит китайцы, 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 давайте вы, богатые страны, делитесь технологическими новинками с бедными, чтобы выровнять, чтобы не было технологического этого разрыва, гэпа, да, и знаешь, как интересно, Китай же своим не поделится, потому что он же украл на 600 миллиардов долларов Америки, а Африка какая-нибудь, Латинская Америка, Южная Америка думает, знаешь, типа такой, о, какой Китай молодец, действительно, поделитесь с нами, вы же за equity, вы же за sustainability, вы же за global public goods, поэтому дайте нам, пожалуйста, не продайте, не давайте партнерствовать, а дайте нам технологии, потому что ваш вклад в наше развитие, и если вы это не сделаете, мы начнем сорить, загрязнять, коровы начнут пукать, и будет, не будет вам глобального похолодания и баланса. Вот ты понимаешь, ты сказал вспомнил большого брата, так вот, искусственный интеллект это есть уже большой брат. Да, да, абсолютно. Он просто, все зависит от того, ты знаешь, он потом станет тем самым големом, который потом будет за своим создателем гоняться и преследовать его, сто процентов, я в это верю, потому что, вот смотри, когда мы говорим о том, что происходит, вдруг появляется Билл Гейтс. Кто такой Билл Гейтс, не надо рассказывать, потому что то, что его майкрософтская деятельность, это уже давно как бы нивелировано тем, что он сейчас творит с миром. Он делает просто эксперименты над миром. Это эксперименты, о которых он совершенно цинично говорит в своих выявлениях, в своих выступлениях, а в том, что предшествовало 2020 году со всеми последствиями. И организация Билла Гейтса, фонд Билла Гейтса и Мелинды Гейтс, он непосредственно связан с разработками, которые идут в Китае. И если вы хотите увидеть какие-то разработки, связанные с медицинскими вещами, это наш институт Джонс Капкинс, наш университет Джонс Капкинс, который вместе, совместно с Всемирным экономическим форумом и фондом Билла Гейтса. Это у них написано в больших документах, вы всегда увидите три организации там, они проводят эксперименты. Так вот, Билл Гейтс 14 января сообщил, что он надеется, что искусственный интеллект может уменьшить поляризацию и спасти демократию, игнорируя последствия цензуры. Это сказал Билл Гейтс. Есть еще следующая очень интересная фраза, ой, слушай, по-моему, это искусственный интеллект нас поменял. нас слушает, большой брат нас слушает. Так вот, Гейтс сказал, может ли искусственный интеллект помочь нам меньше воевать, быть менее поляризированными? Вы могли бы подумать, управляя разведкой? Мне бы хотелось чтобы люди работали над самыми сложными человеческими проблемами, например, ладим ли мы друг с другом? Конечно. Я думаю, что было очень излучайно позитивно. В спальне такие, большой брат, такой искусственный интеллект в спальне. Вы ладим друг с другом, да? Было бы позитивно, если бы мы думали, что искусственный интеллект может способствовать тому, чтобы люди ладили друг с другом. Ну, Руфи Хенди, пхай, пхай, ты понимаешь, или еще что-то, русские с китайцем братья навек. Вот в этом во всем я это вижу, ладили. Как можно ладить, не устранив причину конфликта? Я понимаешь, что вот я что вижу здесь, да? Это вот высокомерие самоназванных аристократов, технократов, которые считают себя самыми умными, самыми одаренными, а всех остальных это плебс, это вот быдло, которое нужно загнать в одну какую-то матрицу, и в этой матрице пусть они там жуют, пусть они там размножаются, пусть они ведут тебя так, как мы считаем, для того, чтобы они не составляли угрозы нашей планете. Вот что такое Билл Гейтс и все эти люди, которые занимаются всемирной глобальной архитектурой. Им, они решают, сколько планета Земля может людей вынести, сколько не может людей вынести, что полезно, что не полезно. Понимаешь, вот прошло уже столько, четвертый год после вот этой ковида, да? Почему нет четкого анализа, выступает китаец, почему никто не сказал, дорогой там премьер-министр, а почему вы препятствовали расследованию, не пустили людей в Уханьскую лабораторию, чтобы они четко установили причины там, либо не установили, то есть как это все было, почему вы до сих пор, либо, например, там, я уже про Россию не говорю, там, про Северную Корею, почему они с ними сотрудничают, почему там оружие берут, делают там, тем же Иран, то есть вопросов самых вот серьезных, да, Билл Гейтс, если ты считаешь силу искусственного интеллекта, сделай так, чтобы он заставил, или по крайней мере, повлиял на способность этого зла, наносить нам зла и убивать людей по всему миру, почему ты не сделаешь, почему он думает только о том, что мы будем там выравнивать условия, демократия его не устраивать, то есть получается, представляешь, сидит большой компьютер такой, люди уже не ходят, люди на кнопочки нажимают, а большой компьютер решает, что в конце концов, кому быть президентом, кому премьером, кому депутатом, а кому просто лохом последним, педальным. Знаешь, я как-то помню еще в 2010-е, вот я какую-то конференцию был, и мне рассказывают систему отслеживания движения людей в России, тогда еще, то есть мне сказали, что мы, вот был какой-то там чиновник высокого уровня, он приезжал, говорит, я могу сказать, вот там, ему Нишустин говорил там, или там какой-то другой чиновник говорит, я могу по минутам сказать, где ты что делал, как ты рассчитывал себя, что ты делал, потому что у меня есть уже система слежения за тобой с разными инструментами, если это еще будет при помощи искусственного интеллекта, да, это будет вот как в пятом элементе, там, в фантастике такой, и люди будут искать места, где бы не было этого большого глаза на деревьях, так и Лукашенко, да, в Минске, все города превратил, во всех деревнях, в лесу, в лесу камеры Лукашенко расставил, для того, чтобы люди не выезжали туда, и оговаривали с часом план свержения власти, вот что такое, как будет использовать большое государство с большим бизнесом, большой интеллект, уничтожение конкуренции, уничтожение демократии, уничтожение свободы, все для того, чтобы было всеобщее глобальное благо, мир и гармония. Ура, товарищи, и знаешь, за работу, товарищи, вот сразу хочется так сказать, мы сейчас будем заканчивать, я сразу два вопроса тебе задам, первый вопрос все-таки связанный с Украиной, когда я вижу вот там вот, на всемирном экономическом форуме украинской делегации посла Маркарову, у меня вопрос задается, почему посол Соединенных Штатов находится там, это та самая дама, которая приложила все усилия, чтобы Украина не получила логиней. Она приложила как посол все абсолютно усилия. Она является членом вот этой ордена Сороса, она из его выкормышей. Соросенок. Соросенок, Соросенок. И там появился еще один Соросенок, вдруг неожиданно великий экономист Милованов. О, Боже мой. Да, он тоже там был. Ты сказал, что стоимость аккредитации там такая сумма. Да, да, да. В среднее 140-150 тысяч долларов, да. Значит, делегация украинская достаточно влиятельная была, и там даже засветились некоторые журналисты, такие как Залмаев, с прямого канала, который светится везде. То он Соросом светится, фотографируется. Вчера он фотографировался с королем Бельгии. А там же Пинчук вроде там Да, но Пинчук, Пинчук, он обязательно, он всегда там должен быть. Вот он спонсор всех, создает свою мягкую силу для того, чтобы все говорили, какой он великий. Понимаешь, он же не хочет быть деальгерхизированным, понимаешь, он хочет быть благородным, поэтому вот он знает, где подлизаться, где украинский дом открыть. Вот, пожалуйста, пример того. Я думаю, уверен, что вот эти ребята не платили за себя, а за них платили другие. Либо приглашенные, значит, сами платили, либо тот же Пинчук и другие олигархи, которые хотят работать с властью. Я почему-то задала этот вопрос, потому что эти люди потом являются тем фактором, который влияет на общественное мнение, на формирование общественного мнения в Украине. И может быть, беды Украины заключаются в том, что они до сих пор вот этих людей считают своей элитой и разрешают руководить себе. Еще один вопрос тоже очень... Я сейчас наживу еще одну фамилию, которая меня тоже беспокоит. Партнер Сороса, который стал просто информационным магнатом. Его зовут Томаш Фиалов, который тоже является инвестором Dragon Capital. Он иностранный гражданин, который инвестирует все. У него новое время, у него... Украинская правда. Украинская правда. У него там не только это еще. Там ряд других изданий и радио. Как вот иностранному гражданину, который руководит средствами украинской информации, который является партнером Сороса, и украинцы молчат. Это вот мы говорим сейчас об информации, дезинформации. Как раз тема, первая тема вот этого форума. как можно доверять людям, которые связаны с Всемирным экономическим форумом, с глобалистами и продолжают вот перераспределять украинские блага, включая информацию. Знаешь, я людей оцениваю там не лично, потому что я не знаю вот львиную долю тех, которых ты назвала, и Макарову лично не знаю, и Фиалу не знаю лично, хотя встречался там в каких-то форумах. Вопрос в том, что вот есть конкретный кусок работы, за выполнение которого ты отвечаешь. Работа Маркаровой, посла Украины в Америке, была обеспечить всем необходимым вооруженной силой Украину в тяжелейший период. Причем самое главное было бы еще не довести или сделать все, чтобы снизить риски военной агрессии. Как разработала дипломатия Украины до 24 февраля 2022 года? Она не была, не провалила задание, потому что американцы своим поведением, закрытием посольства, выводом посольства, рекомендациям всех покинуть, они были готовы за три дня, вот мы это уже много-много из разных источников слышали, то есть украинская дипломатия не сработала, либо мы об этом не знаем, как она работала, потому что по факту американцы сделали все, чтобы подставить нас под этот удар, причем их предупреждения были такие, ну да, вы давайте типа там ройте рвы, но все равно там известный визит ноябрьских Бернса в Москву, то есть здесь это одно. Второй этап, два года уже прошло, насколько украинская дипломатия в Вашингтоне обеспечивает беспрерывность и стабильность адекватных поставок вооружения и других видов ресурсов для Украины. Ты правильно назвала значит этот ленд-лист, который ноль был, то есть скандал 23-го года, потому что мы ничего не получили. Но если посмотреть на суммы, выделяемые американским правительством на поддержку Украины, это в среднем около миллиарда в месяц, то есть они дали нам около 20 миллиардов, что составляет копейки гроши даже военного бюджета, не говоря уже о государственных расходах. Что значит информационная работа, дипломатическое адвокатирование Украины как темы в американской внешней оборонной политике полностью провалена. Поэтому в данной ситуации необходимы обыкновенные кадровые решения. Раз человек не справился, его нужно оттуда убирать и послать туда лучшего, кто мог бы сработать на интересах Украины. А не тусоваться по Вашингтонам, по Нью-Йоркам, по разным форумам, потому что это престижно, потому что я там дружу с каким-нибудь чиновником Госдепа или администрации Байдена. Поэтому совершенно очевидно, здесь вообще заметь, басла в Великобритании до сих пор нет. Дипломатическую службу радикально нужно усиливать для того, чтобы создавать эту коалицию добра, добродетелей украинской. Но ее практически нету, потому что мы видим по тем выступлениям, которые на форуме, Лугана, Лондон, Варшава, Берлин и так далее. Там, мягко говоря, позиция, вызывающая очень-очень много вопросов. Да никакой позиции нет. Я так специально смягчаю свои слова, потому что действительно у меня совершенно другие по силе эпитеты и определения того, как качество работы украинской дипломатии. Наконец, в отношении Фиала. Я Dragon Capital, это чисто инвестиционный фонд, он занимается недвижимостью, всем ради бога. Но надо отдать должное, что последние 3-4 месяца я вижу зубодробительные материалы украинской правды в отношении адекватности Татарова, зам офиса президента, в отношении Шурмы, в отношении Министерства обороны и других высокопоставленных лиц, которые должны собственно готовить, обеспечить всем необходимым вооруженные силы Украины и собственно проводить, также укреплять тыл. То есть идут очень смелые материалы, называются имена, но опять-таки многие говорят, что Фиала сам в шоке, потому что он не понимает, что с этим делать. Ты же не закроешь роту журналистам, которые делают это расследование. Тот же ткач, который едет в тот же батальон Монако, батальон Вена и так далее, и спрашивают, задают правильные вопросы, и хотел задать вопросы, задал вопросы президенту Владимиру Зеленскому, на которые он, так сказать, уклончиво ответил или ушел от ответа. То есть это тоже украинская правда. Поэтому здесь вопрос не в формальном собственнике, вопрос в том, как вообще работает информационно-аналитическое поле Украины для как раз мобилизации ресурсов по стратегически важным, жизненно важным вопросам. Та же мобилизация. Как она идет, какова роль СМИ, какова роль элит, какова роль гражданского общества в этом важнейшем вопросе. Или опять-таки мы все свалим на заложного, который, ну, блин, это не его работа. Его работа воевать, его работа показывать там стратегию, а не то, что на его пытаются как бы навесить. Здесь много есть вопросов, поэтому я бы опять-таки Мордок тоже австралийский предприниматель, владеющий Fox News ведущим американским СМИ. Здесь я не вижу никаких проблем. Главное, чтобы работали по одним правилам, главное, чтобы соблюдали принципы объективной, честной журналистики и не были средством дезинформации, коими являются, к сожалению, многие американские СМИ, многие европейские СМИ, да и многие украинские СМИ. Большинство американских и европейских СМИ. Ну вот, да. Потому что 92% этих СМИ принадлежит тем, кто, собственно, с удовольствием исповедует принципы Давоса. Последний вопрос. Лена, вот я просто еще одну маленькую опять-таки напоминалку, почему. И как в результате, вы вот, люди, которые политизируют, идеологизируют СМИ, не понимают, что они рубят сук, на котором сидят, потому что 65% людей не доверяют СМИ и считают их источником дезинформации. Зачем вы вкладываете деньги в дезинформацию? Это просто, если вы хотите быть, вы бизнесмены, то вы плохие бизнесмены, потому что вы делаете грубейшие ошибки просчеты. У меня последний вопрос, я очень прошу кратко сформулировать. Вот мы понимаем, что такое Давос, 54 раза они собирались, мы понимаем, кто эти люди, мы пытаемся объяснить другим людям наше понимание, наше видение того, что есть на самом деле, без розовых очков. Как с этим Давосом бороться? Потому что у него есть инструмент воздействия на сознание, инструмент воздействия на политиков, у него есть деньги, огромные деньги, и за эти деньги можно купить абсолютно всех. Я очень часто в последнее время повторяю о Фаусте, который должен душу продать, без этого не бывает. Мы говорим об уровне конформизма сейчас в обществе, насколько общество готово стать нон-конформистами. ответ очень простой. Для того, чтобы бороться с системным продвижением социализма, переобуванием его, необходима альтернативная привлекательная площадка правды. Поэтому у них Давос, а у нас будет Львов. Или там другой украинский город, который мы выберем в результате оценки самых разных факторов, и мы будем собирать сторонников свободы для того, чтобы показать миру настоящую правду, показать дискуссию, послать месседжи тем странам, которые могут образоваться в результате распада расшистской империи зла, чтобы показать месседжи белорусам, которые 30 лет живут под пятой тоталитарного Лукашенко, чтобы показать Европе, что может быть и есть другой смысл в том самом Западе. Нужна альтернативная площадка, форумы свободы, которые будут такими же привлекательными. Да, они могут там взнос не будет 150 тысяч долларов, будем демократичнее, нам столько понтов не нужен, но опять-таки мы должны работать с информацией и убеждать людей, что быть умным, быть образованным и понимать смысл свободы это самый важный фундамент для личного счастья и благополучия. Спасибо тебе за разговор, потому что всегда разговор с человеком свободным это глоток глоток вот этой свободы. Спасибо тебе, держись там. Спасибо большое. Держимся. Мы будем держаться здесь и будем обмениваться нашими обменениями. Спасибо. Спасибо огромное. Человек свободный, человек, который занимается наукой, экономикой и он сквозь призму экономики видит вообще мир. Мир. политиков, мир живых людей. Так что еще раз благодарю Ярослава. Я Елена Пригова, вы на канале Континент. Оставайтесь на этом островке свободы, американском, говорящем по-русски. Всех благ. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова